Были моменты в жизни, когда вы считали, что вы приняли неправильное решение? Ой, я никогда, никогда об этом не жалела. Я считала, что наоборот, мне настолько повезло в моей судьбе, как никому. В 70-й год, после того, как вы остались, уже в 70-м году вы, если вы меня поправляете, если я ошибаюсь, вы на BBC записываете свою работу с Нуреевым, да? ПДД «Чёрного лебедя». ПДД «Чёрного лебедя». Ещё одна абсолютно легендарная личность. Два слова о Нурееве, потому что слишком много. Я имею в виду, знаете что? Мы много чего читали, много чего видели. Меня интересуют ваши личные ощущения. Ну, видите, Руди же такой сложный человек и такой разнообразный. Это же в двух словах это не расскажешь. Во-первых, про него и... Что можно сказать про Руди? Иногда невозможно, совершенно невозможно. Иногда очаровательный, обаятельный и просто... И душевный даже, может быть. Но иногда... Тяжело? Ох! Просто невероятно. Через четыре года остаётся Барышников и тоже первой его партнёршей здесь. На Западе становится Макарова. Барышников тоже тяжёлый, невозможный человек, как Нуреев? Нет, он другой совсем, другой. Совершенно другой, персоналец другой. Ваш пример в определённой степени проложил дорогу таким людям, как Барышников? Вот посмотрели, как там Макарова осталась, как она в Америке состоялась и как у неё всё замечательно. И решили, что можно. Или нет? Как вы думаете? Вы лучше у него спросите. Я у него спрашиваю, но в данном случае меня ваше мнение интересует. Ну, наверное, всё-таки какое-то влияние это оказало. Те, кто потом уезжал из балетного мира, из балетного Олимпа, в определённой степени когда-нибудь с вами советовались, консультировались, заручались вашей помощью? Только Миша, только Миша перед тем, как он остался. А Годунов? А Годунов нет. Я с ним танцевала, с Годуновом. Мы не были знакомы, он из Большого театра. С Годуновом вообще странная история произошла. Я вспомнил слова классика насчёт того, что причудливо тасуется колода. Вы танцевали с Годуновом в 80-м году, когда он остался? Остался он после того, как стал известен всему Советскому Союзу после фильма «31 июня». А фильм «31 июня» снимал ваш бывший муж, замечательный режиссёр Леонид Квенихидзе. Ах, вы и это знаете? Я же вам сказал, что у меня масса источников. Значит ли это, что вы с Годуновым были знакомы как-то и раньше? Нет, нет. Это просто вот так переплелось всё. К тому времени мы уже разошлись с моим мужем, с Леонидом Квенихидзе. Замечательный режиссёр. Он снимал ещё и «Небесные ласточки», он снимал, и чудесный фильм «Соломенная шляпка». Это его фильм. И «Миссия в Кабуле», по-моему, если я ничего не путаю, тоже его фильм. А, Адрин Роман, а если не секрет, вы в каком году с ним расстались? Ой, по-моему, в 68-м. То есть, я к чему спрашиваю? Вы остались в Лондоне и попросили политическое убежище уже, когда вы были в разводе с Квенихидзе? Да. 70-й год, вы танцуете с Нуреевым, ещё Барышникова здесь нет, он приедет только через 4 года. Вы становитесь прямой балериной Американского театра балета. Вы довольны тем, как всё происходит? Как вас встречают, как вы работаете, что вы танцуете? Я только помню, что вся эта новая жизнь для меня была где-то... Где-то был... Я была в шоке, в общем-то. В хорошем смысле, в слове и словом. В хорошем смысле, потому что темп, то есть совершенно другой. И надо привыкнуть было к темпу, потом без языка, потом без всяких навыков, даже житейских навыков. Ничто меня не расстраивало, потому что я была совершенно с головой, головой и телом буквально погружена в работу. В новый репертуар, новые стили, новые хореографы. То есть это меня спасло в какой-то степени от ностальгии по России. И сыграло хорошую роль в моей жизни. Наталья Романовна, когда знакомишься с этим периодом в вашей жизни, возникает ощущение, что вас буквально носили на руках. Это соответствует действительности? Нет, меня никогда не носили. Нет, вас носили на руках в том плане, что это был большой. Ну, муж только носит на руках. Ну, хорошо, я не думаю, что муж будет ревновать. Я имел в виду в профессиональном смысле этого слова, что появилась у нас прима-балерина, великая танцовщица, которая здесь осталась, и для нее все дороги открыты, все, что она хочет, и что называется красная дорожка. Так и было? Нет, я не думаю. У меня было масса сложностей, трудностей, какие-то препятствия, которые нужно было перейти. Ну, мне повезло, что Лучия Чейз, которая была директором и основателем этой компании, она меня полюбила, действительно. И у нас были прелестные отношения. Она действительно давала мне carte blanche, как говорится. И, в общем, репертуар я выбирала сама. Правда, количеством спектаклей мы всегда спорили, потому что она как можно неделю, как можно больше хотела меня загрузить. Но это просто невозможно было выдержать такую нагрузку. Что вы танцевали? А вот, понимаете, надо еще было привыкнуть из России, мы, ну, классика, классика. А если что-то не классики, как Якобсон, то от этого нужно отдохнуть, от этого стиля. Перестроиться. Перестроиться, мышцы перестроятся, и тело, и голова, все это. А тут уже времени перестраиваться не было. Один вечер я танцую в модерн, второй – «Лебединое озеро», «Жизель» и «Альвенейли». Про вас писали и говорили, что вы уникальная балерина не только потому, как вы работаете, извините за слово, работаете, но и потому, что вы умудряетесь перевоплощаться в образ каждый раз, как будто первый раз в жизни. Что далеко не каждая балерина, мягко говоря, при этом является еще потрясающей актрисой. Вы потом в своей жизни доказали, что вы и как драматическая актриса, человек безумно талантливый. Спасибо. Да это не мне, я просто факт констатирую. Если бы я хотел вам что-то приятное сказать, тогда вы могли бы меня поблагодарить. Это очень приятно. Значит, означает ли это, что вас еще, в общем-то, и использовали на полную катушку и совсем не жалели? Как, например, вас в свое время и жалел, и оберегал великий Капсон? Потому что он к вам относился как к своей музе, и действительно вы для него были очень важны. А здесь конвейер, производство, и чем больше Макарова на сцене, тем лучше, правильнее, дороже. Нет, как-то я не ощущала, что меня использовали. А если использовали, то в хорошем смысле. Было очень интересно. Трудно, да, трудно, но интересно. Да, Роман, все-таки хочу ненадолго остановиться на ваших великих партнерах. Мы говорили о том, что вы и с Нуреевым танцевали, и с Барышниковым, и с Годуновым. Судьба Годунова трагична и загадочна. 31 июня он остается здесь, на Западе, начинает работать. Получает эпизодические роли в очень известных фильмах. Он снимался там с Брюсом Виллисом в «Крепком орешке». Чудесный фильм был «Свидетель», где он играл эпизод. Помните, да? Чудный, чудный. И он яркий и интересный. Естественный, совершенно как будто он... Абсолютно органичный. Органичный. И потом трагедия, да? И очень много слухов вокруг этой трагедии. Один из самых распространенных, что я не хочу называть фамилии, что друзья и коллеги, которые могли бы ему помочь, окружавшие его, помочь ему то ли не смогли, то ли не захотели. И поэтому у него все пошло в разнос, и он решил уйти из жизни. Жалко его, жутко жалко. Хороший был человек. Действительно хороший. Может быть, слабовольный, возможно, это. Но добрый. Вероятно, вот не хватило вот этого корня, корня какой-то такой крепкой основы. Но пил он очень много в конце своей жизни. Я помню, я хотела его пригласить. Я как раз делала товарищ в Лондоне. И хотела его пригласить, но не могла дозвониться никак. А потом уже через несколько, через год он уже его не стал. Просто никак его было невозможно достать. Но человек очень добрый. Может, это и погубило? Возможно. Доверчивый. Я так думаю, у меня такое ощущение. Вы можете, я понимаю, что вы не захотите обидеть кого-то другого, но тем не менее, из той череды партнеров, с которыми вы работали на сценах всего мира, и в Америке, и в Европе, можно перечислять долго, и Лондон, и Париж. Вы можете из этой череды партнеров, среди которых много действительно великих танцовщиков, выделить кого-то, кто был самым близким, душевным и самым комфортным для вас на сцене? Или нет? Ну, я могу начать с Ивана Ач. Такой был. Это я с ним начала, когда впервые появилась на сцене Американского балетного театра. Моим партнером в Жизеле был Иван Ач. И так продолжалось многие годы. Изумительный партнер. Наверное, лучшего, в общем-то, не может быть. И мы были друзья, и мы до сих пор друзья. Хочу еще вспомнить Эрика Бруна. Помните такого Эрика? Потрясающий танцовщик. Да, у нас тоже была какая-то связь душевная. Как говорят, химия. Химия, да. И, конечно, Антони Дау из Королевского балета. Да, это действительно была замечательная партнерство. Мы упомянули Якобсона, для которого вы были музой. А он для вас, наверное, все-таки был учителем. Потому что, что бы кто ни говорил... Он гений просто. Да, кто бы что ни говорил, вы ученицы Якобсона. Я думаю, что это соответствует действительности. Приятно слышать. Говорят, что у него был страшный характер, что его ненавидели, боялись, что его пытались жить со светом. В работе это никогда не сказывалось. Это на вашей работе с ним. Это проходило по касательной. Это не мешало реализации тех творческих планов, которые у него были в отношении вас. Он ведь на вас балет оставил. Да, да. Но это в отношении меня это что? Ему просто не давали реализовать свой талант, свой гений. До той степени, которую он заслужил и мог. Всегда были какие-то препятствия. Всегда куда-то вызывали, куда-то разговоры. Разрешать, разрешать, не разрешать. Вот это я помню хорошо, да. А в работе с ним было легко, интересно. И он лепил из меня, понимаете. Я как глина была. Я только что кончила школу, и, вероятно, у меня такое мягкое тело. И пластика, вероятно, он это ощутил. Формировал вас? Нет. Природы у меня. Такой, дал бог. Тело такое. Из него можно лепить. Он пытался в какой-то степени изменить вас или вложить в вас не чисто классическое начало? А, ну это всегда шутки. Когда на его репетиции встаешь классической арабеской или на пуантах, он говорит, сними этот ужас, убери это уродство. Это было вообще таким его отношением к классике? И он пытался привить его вам или нет? Да нет, нет. Это все шутка, конечно. Но он старался найти разные способы самоображения. Наталья Романовна, говорили, да, о ваших великих партнерах, перешли к великим балетмейстерам. Хореографам. Да, балетмейстер, хореограф. А скажите мне, балетмейстер и хореограф чем отличаются? Ну, хореограф, который ставит танец. А балетмейстер? А балетмейстер, он может учить или это... А балетмейстер разве не ставит танец? Ну, некоторые, да, делаю, ставят. А, так вы просто хотели... Лучше бы не надо. А, ну правильно, я понял. Просто вы хотели мне сделать замечание по поводу того, что я неправильно сказал. Вообще, на самом деле, неправда. И балетмейстер может ставить танец, как вы признали, и хореограф. Но я теперь буду говорить исключительно хореограф. Хорошо. Так вот... Хореограф это как режиссер. Я не могу Якобсона называть хореографом. Для меня всегда Якобсон был великим балетмейстером. Ну, как это? Ну, как вам угодно. Ну, хорошо. В общем, не знаю. Я хотел согласиться, но теперь не буду. Я тоже упрямый. Хорошо. Так вот, не только Якобсон. Вам посчастливилось работать с замечательными хореографами? Да. Я знаю, что Ролан Петинова ставил... Голубой ангел. Голубой ангел, да? Блю Энджел. Это роль Марлен Дидрих. И что? Как называли Ролана Петти? Если Якобсона называли Шагалом в балете, то как называли Ролана Петти? Ну, он очень француз. Якобсон очень Шагал, а Петти очень француз. Очень француз. В хорошем смысле этого слова? Конечно, конечно, абсолютно. Да, ну вот, все, что эта нация из себя представляет, это все есть у Петти. У Ролана Петти. Все присутствовало? Все присутствовало. Хороший был балет, но как-то его в Америке не приняли, по-моему. Может быть, очень французский? Вероятно, не знаю. Роман, в каком году вы решили попробовать свои силы, как, я хотел сказать, как балетмейстер, а теперь скажу, как хореограф? Вы ведь начали заниматься постановками. Да, да, да. Это произошло... А в 1974 году я впервые поставила для Американского балетного театра один акт из Байдерки. Тени. А потом весь балет целиком, насколько я знаю. Тени считается, что один из шедевров Мариуса Петтипа. А потом вот поставила, решилась и поставила целиком балет. Хотя тогда, простите, хотя тогда было очень трудно, потому что никакого видео не было, ничего не было. Это чтобы как материал. Так что пришлось либо по памяти, либо выдумывать что-то. А зачем? Я знаю, почему вы спрашиваете. Ну да, вот, а зачем? А зачем? Потому что я вот... Во-первых, я была в этом балете люблена с детства. Я помню, на галерке мы сидели, ученики нам давали билеты на галерку. И это один был из моих захватывающих, один из самых захватывающих зрелищ. Балет Байдерка. Там была и драма, и ревность, и любовь, и наказание. Кстати, наказания не было в моей постановке. В трактовке. В постановке моей наказание есть. А в России было преступление без наказания. Ах, вы спросили, кажется, меня. Я спросил, зачем, потому что, в общем, как бы, 74-й год, вы только 4 года здесь, у вас полно работы, вы танцуете очень много ролей, и вдруг вас несет в эту профессию. Вот этот багаж у меня, который, я так благодарна России до сих пор, профессиональный багаж. Я вот смотрю на этих талантливых людей в компании, да, все они из разных школ, нет единого стиля. Ну, люди-то талантливые, да, и мне нужно передать то, что я знаю. Это нужно, была потребность такая. Я это сделала и до сих пор делаю. У вас-то получается? У вас получается пробиться к этим абсолютно разным, другим, уже воспитанным другой культурой людям? Вы все равно говорите на одном языке и не воспринимают стопроцентно то, что вы хотите донести до них? Абсолютно, нет, нет. Ну, во-первых, балет – это интернациональное искусство, как вам известно, что барьера, языкового барьера не существует. А потом, мне легко работать с людьми. И, по-моему, удается результат. Я могу вдохновить. Могу, могу самое лучшее из них вынуть, понимаете. И мне нравится. Мне нравится, когда есть результат, конечно. Скоро у вас юбилей? Как отмечать будете? А, юбилей, да. Это новая страница в моей жизни, да? Юбилей. Да, как я написала там. Не знаю, радоваться или плакать. Как реагировать, я не знаю, на эти юбилеи. Вот год назад было в России. Ну, вероятно, просто принять с благодарностью и все, да? И, наверное, с радостью? С радостью, да. Чего ж тут печалится? Ну, печалится, потому что, вероятно, юбилей – это возраст. Возраст юбилея, да? По-моему, Шанель говорила, что женщине столько лет, насколько она заслуживает выглядеть. Вы в этом смысле молодая и прекрасная. Так что вам-то чего печалится? Нагерон, скажите мне, пожалуйста, вот у вас ведь Екобсон учил. Вы не должны быть такой классической снопкой, как многие балерины. Вот типа «Лебединое озеро» – это хорошо, а «Эйфман» – это безобразие. Поскольку у вас, как бы, в Зойкиной квартире, или что ж там, да? В Майковске. Да, в клопе, да? В клопе. В клопе танцевали. Вот ответьте мне на вопрос. Как вы относитесь к тому, что лежит за пределами классики, но к великолепным хореографам? Я имею в виду таким, как Боб Фосс. Вы ведь сами в мюзиклах принимали участие. Самое главное – талант. Вот, если есть талант у человека, у хореографа, у постановщика, тогда не важно, какой стиль, что. Это видно. А вот когда… Ведь много же мишуры, много же модерн, не модерн. Хорошо, это общие слова. Давайте я попробую конкретизировать. Как вы относитесь к таким работам, как, скажем, «Кабаре» или весь этот джаз Боба Фосса? Ну, это гениально. Абсолютно. Что вы? Спасибо. Потому что мне приходилось слышать от знаменитых классиков, что это не тема для разговора. Ну, как-то. Это же свой жанр, это разнообразие, экспрессия разная. Я только восхищаюсь. Могу только восхищаться. То есть, если бы Боб Фосс предложил вам поработать с ним, вы бы не отказались? Ну, конечно.